Проведение многопрофильных консультационных пунктов практикуется в Ленинском районе Бреста с 2014 года. Они работают в вечернее время с 18 до 20 часов. Каждый желающий может подойти и прямо по месту жительства обсудить волнующий вопрос с руководством администрации района, представителями различных служб и организаций, получить необходимую консультацию или разъяснение. В основном, конечно, это ЖКХ. Это дороги, это дворы, это частные какие-то подворья. Это, наверное, первое. Ну, второе, личные вопросы личного характера. Может быть, там какие-то общежития, что-то в семье нужно помочь, подсказать, устроить и так далее. В принципе, нет. Речество ничем не выделяется. Она, как все в нашем городе, нормальные жизненные вопросы, которые говорят о том, что город живет. А раз живет, значит, есть проблемы. А есть проблемы, их надо решать. За два часа работы пункта на базе гимназии номер 5 с вопросами и проблемами обратились 22 человека. Брестский микрорайон Речица – одна из самых густонаселенных точек города. Здесь немало частных домов и домов многоэтажной застройки. Поэтому и темы самые разные. От вопросов выплаты заработной платы до подведения канализации и прокладки асфальта в частном секторе. Были вопросы с канализацией у нас. Ну, и такие текущие вопросы. Пообещали решить вот буквально завтра, ну, крайний срок, понедельник, потому что выходные на кону. Жду. Но вроде все так четко. Потому что, во-первых, это доступно для всех слоев населения. Открыты двери, пожалуйста, приходите. Очень большое количество специалистов сидит, которые дают доступно информацию, понятно. И вопросы задаем совершенно разные. Вот все, что интересует. Где еще, если не здесь? Пришли узнать насчет дорог. Потому что на нашем проезде, где мы живем, как раз-таки более глинистая почва. Поэтому дожди – это для нас больная тема. Ну, наш вопрос записали. Сказали, в прошлом году звонили по третьему переулку. Там подсыпали дробленку асфальтную. Вот и нам сказали, что рассмотрят этот вопрос. Как отмечают и представители власти, и горожане, такой непосредственный диалог способствует более быстрому решению возникающих проблемных вопросов. А в последнее время к работе центра стали привлекать и депутатов, чьи избирательные округа находятся на территории Ленинского района. Такие встречи, помимо личного приема, помогают укрепить доверие к парламентариям и активизировать решение проблем граждан. У меня здесь каждый третий вторник прием граждан. Ну, и я уже четыре раза приезжал, и каждый раз какое-то обращение поступает. Ну, есть вопросы, которые требуют, скажем, определенных денежных средств. Здесь это более как-то в широком формате и очень разносторонне. Это, ну, ничего, годы впереди будем учиться. Мы традиционно проводим в микрорайонах, вот на той же Речице, уже не первый раз. И приезжая сюда, я всегда прошу, чтобы мне дали ту информацию после наших предыдущих встреч. Сделали ли мы то, что обещали. Если не обещали, то просто, ну, объяснили людям, ведь не все можно в одной части сделать. В принципе, нам не стыдно людям смотреть в глаза, потому что приезжая на эти встречи и обещая выполнить ту или иную задачу, наши руководители, учреждения, предприятия, депутаты, мы стараемся держать слово.